Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 97-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать виджет вот такого вот слайда. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. После того, как вы установили виджет, в папке с виджетом будет два элемента. Мы вытягиваем на холст галерею сначала. У вас будет у этого виджета всплывать вот такое вот предупреждение постоянно. В принципе, оно никак не играет. Нам тут говорят, что, пожалуйста, добавьте еще слайдов. Просто его закрываете и все. У нас без него все работает. И вытягиваем из этой же папки «Options». То есть смотрите, у нас что получается. Все наши слайды здесь можно добавить неограниченное количество ваших изображений. Они добавляются вот здесь. Вот в этой второй части «Options». В этой вот большой части виджета настраиваются уже другие элементы. Там размеры, шрифта, цвет, прозрачность и так далее. Давайте сначала загрузим хотя бы три изображения. Открываем вторую часть виджета и нажимаем на ссылку «Добавить файл». Я добавляю одно изображение. Сразу же здесь меняем ссылку на свою. Если вы хотите, чтобы по изображению можно было перейти по ссылке. Или просто вот я ссылку удалил. Дальше пишем вот здесь, например, «Демо». Это заголовок для изображения. И дополнительный текст для изображения. Или можно снять галочку, чтобы не было ни тайтла, ни текста. Тогда эти поля становятся неактивными. Что мы делаем дальше? Я нажимаю «Альт» и дублирую этот виджет. И загружаю еще изображение. Также дублируем. Здесь никакие ID менять не нужно. И третье изображение. И сразу можем посмотреть, что у нас получается в браузере. И вот вы видите, у нас слайд уже готов. По стрелочке вот так вот переключаются изображения. И обратите внимание, на каждое изображение, как бы, видите, вот здесь такая подложечка. И там возникает наш текст и под текст. Вот видите, там цвета оранжевый, синий, подложка такая красная, прозрачность. Вот это сейчас мы все настроим. Также можно сделать, чтобы автоматически слайды сменялись. Вот с этими элементами все. Здесь понятно. Дублируйте, сколько вам нужно. Добавляйте свои изображения. Меняйте описание. И под описание. И давайте зайдем в настройки вот этого большого, большой части виджета. Смотрите, бэкграунд. Это у нас, сейчас я вам сразу сменю цвет, и вы поймете, где это. И для этого бэкграунда опасите, вот здесь вот ниже есть. Переходим в браузер. Я сейчас вам сразу покажу. Вот эти части, где у нас показаны другие изображения. Предыдущее и следующее. Видите, вот они у нас сейчас желтого цвета. Вот как раз это и есть бэкграунд. И также прозрачность контролируется. То есть вот здесь вот контролируете прозрачность. Этот бэкграунд можно как бы сделать и без него, чтобы было только одно изображение. Я сейчас покажу, как это делается. А дальше смотрим. Вот эта опция, галочка. Если мы ставим ее, то у нас внизу под изображением будут такие, как бы, круглые индикаторы, показывающие, на каком изображении мы находимся. Сейчас я покажу, что это такое. И можно поставить еще галочку, если вы хотите, чтобы был автостарт. Смотрите, я ничего не делаю. И сейчас, видите, вот слайд автоматически переключается. Также стрелочки присутствуют, да. В ту или другую сторону можно переключать изображение. Дальше смотрите. Внизу есть такие индикаторы. Вот видите, вот кругляшки. Вот они как раз вот показаны, какое изображение сейчас, в данный момент вы смотрите. Это мы вот эту галочку включили. Вот она. Вот эти точки, да, внизу. Дальше смотрите. Интервал слайд. Это касается только автоперехода. То есть 5000 миллисекунд. Через каждые 5000 миллисекунд слайд сменяется. Здесь управляете сами. Вот эта ширина, это общая ширина нашего слайда. То есть, если сделаем меньше, то весь слайд уменьшится. Больше сделать нельзя. Максимум 100. Дальше смотрите. Вот это значение. Смотрите, у нас стоит 60. Если я поставлю 100, то смотрите, что это даст. Вот что это дает. Вы видите, изображение у нас стало большим. И у нас нет по бокам вот этих вот бэкграундов, да, и показывают там, какое следующее изображение или предыдущее. То есть слайд идет вот такой у нас. Также слайд поддерживает резиновость. То есть, в принципе, мы можем его сделать во всю ширину браузера. То есть резиновым. Давайте попробуем это сделать. У нас ползунка внизу не появляется. Слайд действительно резиновый. Единственное, что здесь, вот эта полосочка с текстом, она немножко неадекватно себя ведет. Вы видите, она вытягивается вот так во всю ширину. Следующая опция. Откуда стартовать изображение? Центр, левт или райт? Непонятно немножко, как эта опция работает. Я изменений никаких не увидел. Возможно, эта опция не работает. Слева стартовать изображением справа или от центра, да? Не совсем вот эта опция понятна. Как только я тут не менял, изменений я не увидел. Движемся дальше. Слайд месседж. Здесь у нас вот эти все опции. Это уже настройка вот этой всплывающей подложки. Здесь настраивается прозрачность, цвет, шрифт, размер текста и так далее. Вот бэкграунд. Подложки, где у нас находится текст. Давайте я вам еще раз покажу, чтобы вы понимали, о каких настройках мы сейчас будем говорить. Вот вы видите на изображении, вот она подложка вылазит такая. И на ней текст синий. И оранжевый еще есть текст. Вот сейчас это все будем настраивать. Значит, подложку у нас такого красного я делаю своим цветом. Прозрачность для этой обложки ниже. Title. Заголовок. Цвет. Так как заливка светлая, я беру цвет потемнее. Размер. Значит, заголовка сделаю побольше 30. Следующая опция. Если я правильно понимаю, это ширина шрифта. Дальше. И сам шрифт. Можно выбрать здесь. И еще у нас там сообщение. Цвет, да? Давайте сделаем другим цветом. Размер. Сделаю побольше 20. И также шрифт выбирается для этого текста здесь. Вот они все настроечки. Повторяю, что изображение можете добавить столько, сколько вам нужно. Вот, пожалуйста. Подложка изменилась. Вы видите, это текст стал крупнее. И другой текст, а также поменялся цвет. Вот такой вот слайд. На этом урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok